Август 1999 года, город Жуковский, Московская область. Четвёртый международный авиационно-космический салон «МАКС». Среди российской техники, которая уже ранее выставлялась в том же составе на «МАКС-97», неожиданно в воздухе появился уникальный гость — экспериментальный самолёт с крылом обратной стреловидности. «МАКС-97» Привет! Вы на канале «Авиасмотр» и это сюжет о российском экспериментальном самолёте, созданном в ОКБ «Сухого» — С-37, он же Су-47 «Беркут». Знаете, от людей, которые за авиацией особо не следят или ею интересуются постольку поскольку, частенько слышу примерно такое мнение. Эти авиаконструкторы чего только не придумают, чтобы их самолёт выглядел как-то по-особенному. В общем, это простительно им хотя бы потому, что та же автопромышленность выпускает машины на любой вкус и цвет. Но современный самолёт, будь он боевой или гражданский, — это совсем другое дело. В конструкции планера абсолютно все его элементы выполняют свою строго определенную функцию. Вот и в случае с «Беркутом» — крыло обратной стреловидности — это не дизайнерский и не маркетинговый ход для придания боевой машине более грозного вида. А значит, такое крыло должно обладать особыми свойствами, которые повлияют на возможности самолёта. С этого вопроса и предлагаю начать. Для начала пару слов о самой стреловидности и зачем она вообще нужна. По-простому. Если концевой профиль крыла отведён от корневого вперёд или назад вдоль продольной оси самолёта, то присутствует стреловидность. Если назад, то положительная, если вперёд — отрицательная или обратная. С помощью стреловидного крыла борется с волновым сопротивлением. Оно появляется на скоростях свыше 500 км в час и достигает своего пика к первому числу маха. Теперь о преимуществах отрицательной стреловидности перед положительной. Крыло обратной стреловидности обладает меньшим индуктивным сопротивлением. Достигается это за счёт того, что воздушный поток перетекает от законцовок крыла в сторону корневого сечения. Интенсивность образования концевого вихря значительно снижается, а значит, повышается аэродинамическое качество крыла. Подъёмная сила крыла увеличивается, а значит, растут и взлётно-посадочные характеристики самолёта. Корневая часть крыла находится в задней части фюзеляжа, а значит, можно более эффективнее распорядиться освободившимся объёмом спереди. Но при всех плюсах есть у такого крыла и огромный недостаток — возможное скручивание с последующим разрушением. Такой эффект возникает при определённых скоростях и углах атаки. Подъёмная сила деформирует крыло в районе законцовок, которые отклоняются вверх, вплоть до достижения прочностных пределов. Этот эффект ещё называют упругой положительной дивергенцией. Чтобы избавиться от этого явления, крыло нужно сделать максимально жёстким и прочным. Но для этого плохо подходят даже прочные стальные сплавы, которые ещё и массу крыла делают сверхизбыточной. С появлением в начале 80-х композиционных материалов ситуация в корне изменилась. Теперь можно было создать жёсткое и относительно лёгкое крыло из уклепластика. Ведущие авиадержавы начали исследования по возможности применения такого крыла на сверхзвуковых военных самолётах. И первыми в этом деле оказались Соединённые Штаты. В декабре 1981 года американская авиастроительная компания «Грумман» получила заказ на постройку двух экспериментальных самолётов, которым дали обозначение «Х-29». Спустя ровно три года состоялся первый полёт. Второй самолёт впервые поднялся в небо в мае 1989-го. Основной изюминкой конструкции «Х-29» было крыло обратной стреловидности. Его стреловидность по передней кромке минус 30 градусов и минус 45 по задней. Кессон крыла изготовили из титана, а обшивку — из углепластика. Таким образом получили жёсткое крыло, которое было устойчиво к скручиванию. Самолёт построен по аэродинамической схеме «Утка». Перед крылом имелось цельноповоротное горизонтальное оперение. От корневой части крыла отходили специальные наплывы, на конце которых разместили отклоняемые щитки, чтобы управлять сходящим потоком. Для удешевления конструкции «Х-29» инженеры Груммэн широко заимствовали готовые узлы с других самолётов, например, с истребителей F-5, F-16 и F-18. В ходе испытаний было установлено, что крыло обратной стреловидности действительно может дать ощутимые преимущества перспективному истребителю. В первую очередь это значительно возросшая управляемость на больших углах атаки при дозвуковых скоростях. Это и увеличение боевого радиуса действия и грузоподъёмности, а также значительное сокращение пробега при взлёте. Но при всех плюсах сразу обнаружились и минусы. Самый главный — неприемлемая аэродинамическая тряска. Она возникала в результате встречи потока от носка крыла с потоком от фюзеляжных наплывов при определённых режимах полёта. Побороть её так и не смогли. Также выяснилось, что крыло обратной стреловидности не подходит для больших сверхзвуковых скоростей. А если вы помните, это одно из основных требований к истребителю пятого поколения, к разработке которых то время подошли вплотную. В сентябре 1991 года лётные испытания Х-29 прекратились, и программа была закрыта. Но по другую сторону земного шара тоже велись исследования по крылу обратной стреловидности. В Советском Союзе не сидели, сложа руки. Главный конструктор КБ Сухого Михаил Петрович Симонов в начале 80-х дал старт проекту С-22. Фактически, это была личная инициатива, не связанная с оборонным заказом. Основной особенностью будущего самолёта С-22 должно было стать крыло обратной стреловидности. Симонов знал о его преимуществах, но предстояло решить и возникающие проблемы со скручиванием, с большим весом конструкции и многими прочими. К середине 80-х определились с обликом самолёта. Это был однодвигательный истребитель, построенный по схеме «Утка». То есть по такой же схеме, что и американский ИХ-29. Крыло планировали сделать с применением углепластиков, а также снабдить его отклоняющимися носками на передней кромке, как, например, у Су-27 или МиГ-29. Но основная проблема проекта С-22 была в отсутствии в Советском Союзе двигателя нужной тяги. Так появился проект С-32, силовая установка которого уже была двухдвигательной. На его основе в 1988 году прорабатывался вариант палубного истребителя Су-27КМ – корабельный модифицированный. Но и эти задумки не воплотились в металле из-за постоянно ухудшающейся экономической ситуации в Советском Союзе. В начале 90-х специалисты КБ Сухого вернулись к проекту самолёта с крылом обратной стреловидности, который в этот раз получил обозначение С-37. Его цель – создание экспериментального самолёта для отработки новых технологий. В целях экономии было решено построить всего один прототип. На его планере сначала провели статические испытания, а затем достроили до летающего образца. Первый полёт С-37 состоялся 25 сентября 1997 года, а уже спустя два года он был показан на авиасалоне МАКС-1999. Ещё через два года на МАКС-2001 экспериментальный самолёт показали под новым именем – Су-47 «Беркут». Самолёт выполнен по аэродинамической схеме продольный интегральный триплан, то есть имеет три поверхности для создания подъёмной силы. Переднее и заднее горизонтальное оперение цельноповоротное, имеющее относительно небольшую площадь. Консоли крыла имеют стреловидность около минус 20 градусов по передней кромке и минус 30 по задней. Передняя кромка имеет отклоняемый носок, задняя оснащена закрылком и элероном. Крыло практически полностью состоит из композиционных материалов. Вертикальное оперение похоже на Кили Су-27, но немного меньше по площади. Воздухозаборники нерегулируемые, и их каналы имеют небольшой изгиб на пути к компрессору двигателя. Силовая установка — два турбореактивных двигателя Д-30Ф-11, имеющие взлётную тягу на форсаже около 15,5 тонн сил каждый. Это модернизированный вариант двигателя Д-30Ф-6, который устанавливался на истребитель-перехватчик МиГ-31. Так как самолёт был экспериментальным, на нём не было вооружения. Тем не менее, в средней части фюзеляжа между воздухозаборниками имелся специальный отсек для ракет. Также было предусмотрено место под авиапушку. Основные испытания самолёта продолжались до середины 2000-х годов. За несколько лет полётов Су-47 КБ Сухого собрало достаточно информации, чтобы оценить эффективность крылообратной стреловидности и других новых конструкторских решений. По некоторой информации, испытания на больших скоростях и углах атаки негативно отразились на планере самолёта, из-за чего пришлось наложить эксплуатационные ограничения, чтобы сохранить прототип. Также выяснилось, что Су-47, как и американский Х-29, не смог побороть аэродинамическую тряску. После окончания основной программы испытаний, Су-47 поучаствовал в проекте по созданию нового истребителя по программе ПАК-ФА. С 2007 года на Беркуте испытывался внутренний грузоотсек, спроектированный для Т-50. По этой программе Су-47 совершил около сотни испытательных полётов. В них проверялись механизмы открытия створок отсека, а также перевозка весовых макетов ракетного вооружения. Резюмируя в целом, программу Су-47 можно признать довольно удачной с точки зрения получения новых знаний. Да, крылообратной стреловидности не стало элементом истребителей пятого поколения. Наверняка не станет и для шестого. Но полученные знания могут пригодиться для создания дозвуковых самолётов и беспилотных летательных аппаратов будущего. А Су-47 Беркут, безусловно, войдёт в историю как один из самых необычных и по-своему красивых самолётов современности. А на этом у меня всё. До встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok